Здравствуйте! Сегодня проводя социальный эксперимент мы зашли во дворец культуры города Сим и при входе в ДК города Сим есть МФЦ. И давайте мы сейчас вам покажем этот закуточек, МФЦ, который находится на входе, где всегда очень-очень много людей. Но как раз сегодня мы попали, когда там был обед, видимо работники не успели еще закрыть двери. Так что мы как раз зашли и засняли. Сейчас посмотрим. Итак, мы решили провести такое небольшое исследование. И сейчас постараемся у работников бюджетных организаций узнать, сколько зарплата. То есть, ну сколько получают. Вообще хватает им на жизнь или нет. Давайте пройдем, попытаем здесь части. Ну, насчет зарплат у нас спросить, конечно, не удалось, потому что мы наткнулись на МФЦ, более интересное. Насчет социального эксперимента, насчет зарплат мы вам следующую историю расскажем. Так, мы зашли, значит, в ДК. В ДК, причем в коридоре. Ну, как его назвать, коридор или пойе, я точно не скажу. Ну, скорее всего, коридор. Здесь раньше был. Вот, проходишь здесь, пожалуйста, заходишь в ДК. Вот, сквозной проход. Здесь у нас находится вот НФЦ. Сейчас мы зайдем в НФЦ. Кстати, здесь, я скажу, довольно-таки прохладно. Сейчас зайдем в НФЦ, посмотрим, как у них там, какое помещение, как работают. Здравствуйте. Здравствуйте. Так. Ну, нас сейчас поделит на весь этот перерыв. Обезь. Так, вот, смотрите. Вот такое небольшое помещение, где-то квадратов, наверное, 20-25. Это вместе с коридором. На окнах отсутствуют решетки. Кстати, у вас какая-нибудь система безопасности есть? Там невестную охрану вызвать. Ну, пока наш начальник может этого делать. Так договаривали, договаривали. На данный момент нет. Так. Ну, вот такое помещение. Как вы считаете, нормально это, нет? Народу много у вас приходит, нет? Да, заявителей очень много. У нас по живой очереди приходит. И по записи еще очень много. В день примерно сколько человек? Я просто смотрю у вас в коридорчике. Тут очень много стульев. Да, стульев много у нас нужно. Ставимся выдерживать социальную дистанцию на 3 метра. Понятно. Ну, всем это, конечно, не объяснишь. Я думаю, народ не все. До того года очень много было народу, вообще подтолкнуться негде было. Сейчас пока в январе тихо, но народ сейчас организуется и придет. Так что, вот как мы видим, в таких условиях у нас работает МФЦ. Спасибо, до свидания. Пойдем дальше. Ну, и по поводу этого МФЦ охота сказать, что такое серьезное учреждение должно, наверное, в более достойном месте быть. Потому что, где оно сейчас находится, и какой там закуточек, это, я считаю, очень недостойно. Потому что вот этот маленький коридорчик, где постоянно толпа людей, сидящих друг на друге, в условиях пандемии, это, я думаю, очень неправильно. Потому что какие там ленты не наклеивают, какую не просить делать социальную дистанцию, все равно будут лезть и толкаться. Будут очередя. Так что, я считаю, что не там сделали это МФЦ, но надо выделять где-то какое-то другое помещение, более просторное, более удобное, более теплое, более подготовленное, более достойное. Надеюсь, соответствующие органы меня услышат, увидят и предпримут какие-то действия.